Большой привет, друзья! С вами Аня, и добро пожаловать на мой канал! Мы продолжаем играть в Avatar World, и у меня для вас долгожданные новости! Сегодня, наконец-то, выйдет обновление! Обновление будет посвящено Дню Всех Влюбленных, 14 февраля, но выйдет уже сегодня! Разработчики поделились спойлером в своем официальном тиктоке. Я предлагаю его вместе посмотреть, друзья, оценить и как бы прокомментировать. Вы тоже обязательно его прокомментируйте внизу под видео. И, конечно же, запасайтесь чем-нибудь вкусненьким покушать, несите чаёчек, кофеёчек и усаживайтесь поудобнее. Я всем желаю приятнейшего аппетита и просмотра! Вот такой маленький ролик нам показали. Ребят, он очень прям маленький, мне кажется, самый-самый маленький спойлер за всю историю Avatar World. Ну, может быть, было поменьше, но это что-то с чем-то. Он вызывает такие романтические чувства. Падают лепесточки! Нам также показали свечки. И находимся, кстати, в этом трейлере в новом домике. Вы тоже это заметили? Там на фоне обои розовенькие, пол такой нежный. И вообще вся атмосфера уже пропитана любовью и такой романтикой, друзья. Ребят, я одна такая странная, но мне кажется, что это падают не лепестки роз, а кусочки с салями. Ой, я бы хотела такое обновление, чтобы у нас падали кусочки колбасок каких-нибудь. Это было бы очень вкусно. Такие, знаете, падают с неба колбаски, и мы их сразу кушаем. Но, разумеется, у нас не будет с небес падать колбаса, потому что пак все-таки более романтичный представляется. И это должно быть какие-нибудь лепестки роз. Я вот подумала, а что если по карте реально будут падать лепестки роз? Как у нас было зимнее обновление, падал снег, а вот сейчас будут сыпаться лепесточки. Я думаю, это очень здорово. Тоже такая одна из догадок. И подсмотрите на эту потрясающую свечку в форме сердечка. Она тоже в каком-то необычном стиле, даже на мороженку похоже. Мороженое с петелечком, это тоже было бы очень загадочно. И как бы тогда бы горела свечка, ведь мороженое холодное, она бы потухла в этой мороженке. Но мне понравилось, как все оформлено, и непонятно, куда ведет эта дорожка из свечек и лепесточков. Сегодня мы с вами погадаем и сделаем какую-нибудь свою романтическую атмосферу. Раз нам показали лепесточки, то может быть это будет связано с цветами. И давайте посмотрим вообще, какие у нас тут есть цветы. Что мы можем вырастить? Вот в детском садике у нас есть семена. И здесь мы можем поливать цветочки. Посмотрите, как их очень много. Есть такие красненькие, беленькие. Ребят, можно выбрать абсолютно любые цветы и составить букеты. По-моему, это удивительно. Смотрите, мы сорвали цветочки, также можем взять семена, допустим, вот эти вот, красненькие, снова посадить и вырастить. Это потрясающе, я считаю. Ой, у меня семена прыгают. Что-то семена разгулялись, да подождите вы там прыгать. Смотрите, мы можем вот таким вот образом вырастить свой букетик, составить его и тоже украсить домик. Мне очень нравятся красные цветочки. Еще нравятся синенькие, но больше всего, наверное, красненькие. Потому что букетик получается очень таким ярким, красочным и прям в тему дня всех влюбленных. Ну, а можно сделать комбинированный букет, допустим, посадить цветы белые. Также вот польем эти цветочки, вырастим последний цветочек и подставим к букетику. Посмотрите, ребят, можно сделать комбинированный букет из белых и красных цветов. Ну, или вовсе составить мега большой букет из синеньких вот этих цветочков, беленьких и красненьких. Это действительно красиво получится. Жалко, у нас мало ваз. Я надеюсь, то, что с обновлением нам добавят какие-нибудь вазочки для цветочков, и мы сможем с вами составлять букетики. Давайте будем использовать коляску детскую. Поставим пока что букетики сюда. Вернее, составим цветочки, вот так вот. И будем ее сейчас таскать, эту коляску. Посмотрим, какие у нас еще есть цветочки на локациях, а потом ими украсим домик. Также у нас есть имена в школе. Не в самой школе, не в классе. И точно не в коридорчике. Мы должны выйти на стадион. Пролистать его. И здесь будет такая вот зона, где мы можем перекусить. Тут тоже можно выращивать цветочки. Они получатся такого же голубого цвета. Кстати, вот эти семена. Обратите внимание. По-моему, у нас тут больше нет каких-то особенных вариантов. Эти красненькие, давайте их сравним с теми. Вот у нас еще новые цветочки. Вау, ребят! А вот эти цветы очень красивые. Они не похожи на эти. Да, вот этими цветочками тоже можно украсить домик. Поставить их в свою вазочку. В стартовом домике у нас тоже есть горшочек. Только надо спуститься на первый этаж. И выйти во дворик. Вот я тут уже срывала цветочек. Посмотрите, ребят. Здесь мы можем найти желтые цветы. И вот такое вот еще растение. Давайте все поливать. Похоже на тюльпаны. То есть мы здесь еще можем выращивать тюльпанчики. Мне кажется, это потрясающе, ребят. Я даже не замечала то, что здесь так много цветов. Вот вы могли себе это представить? Составить букетик из тюльпанчиков. Сейчас окажется то, что это не тюльпаны. А я здесь все рассуждаю то, что это тюльпаны. Вы потому что у меня очень умненькие. И вы всегда меня в комментариях поправляете. Но мне кажется то, что это тюльпаны. И это отличная, кстати, идея, ребят. Потому что у нас скоро будет еще и 8 марта. Готовим букетики с тюльпанами. Вот как много цветочков мы уже нашли. Здесь больше их нет. Давайте выйдем. В трейлере у нас лепесточки падали вот здесь. Если я не ошибаюсь. Мы пока что можем украсить лишь вот так вот цветочную дорожку сделать. Кстати, как вам такая идейка? Оформление вот этой вот дорожки в цветочном стиле. Мне кажется, это тоже красиво смотрится, ребят. Необычно так. Вот вам небольшая идейка, если вы снимаете мини-фильм. Можете для своей второй половинки сделать дорожку из цветов. Я была бы очень довольна. Или знаете, что можно сделать? Сердечко. Мне почему-то показалось то, что это похоже на сердечко. Давайте тогда его доделаем. Такое вот цветочное сердечко сейчас получится. Я надеюсь то, что получится. Но почему бы оно у нас не должно получиться? Только надо поровнее его сейчас сделать. Вроде бы что-то доверисовывается. Что вы думаете, ребят? У меня похоже здесь на сердечко. Я хочу его доделать и посвятить его вам. Ребят, потому что я вас очень сильно люблю. Будем отмечать в общем день всех влюбленных вместе. Больше мне его не с кем отмечать. Доктор меня походу оставил. Вот таким вот образом мы закругляемся. Мне кажется, сердечко получилось. Но, ребят, самое главное, я сделала его от души, с любовью. Я очень старалась. Это ваше сердечко. В принципе, можно еще больше цветочков найти и дополнить его погуще. А можно и вовсе полностью заполнить цветами. Внутри еще посадить цветочки. Здесь есть вазочка. У меня тут ресторанчик. Будущий готовится. Мы сегодня, кстати, кухню обустроим. И тут у нас в зоне специальной есть вот такая вазочка. Давайте сейчас перетащим ее персонажику. И попробуем что-нибудь вырезать. Только для этого нужны ножницы. Вот у меня ножницы еще лежат. Сейчас, ребят, помастерим. Заполним наши сердечком. Возьмем вот такую вот розочку. Ну и что, можно сделать вазочки? Заполнить наше сердечко до конца. А можно даже ничего и не урезать. Вот такие тоже очень красиво смотрятся. Давайте освободим вот это вот помещение. Перетащим всю эту мебель. Ну, допустим, перетащим ее на склад. Да, освободим здесь пространство. Коляску, стульчики. Коробки передвинем. Я думаю, то, что эта дорожка вела в какое-то романтическое место. Типа романтическое место для своего персонажика. Для одного. И что, если нам обустроить зону отдыха? Где мы можем просто порелаксировать. Да, почему бы и нет, ребят? Допустим, это будет зона с ванной. Вы сможете устроить себе уютную, романтическую ванную. Постелить коврик какой-нибудь мягкий. Поменяем, допустим, обои. О, кстати, вот такие обои были в триллере. А давайте тогда их и сделаем. Почему бы, собственно, и не сделать такие же обои? Пол там был светлый, без рисунка. Также, ребят, я предлагаю нам смастерить сейчас вот такие вот розочки. Букетики. И поставить на задний план. Давайте смастерим две такие вот одинаковые. Ванную пока что отставим. И еще три высокие. Поставлю одну сбоку. Одна, конечно же, посерединке будет. Вот здесь. Так, эту рядышком поставим. И еще одна будет тоже сбоку. Как бы завершая нашу композицию. Это вам, ребят, лайфхак. Кто тоже хочет какую-нибудь романтическую обустройку. Если у нас появится возможность сделать какие-нибудь классные заготовочки, то смотрите, подставляем вот так вот в ванную. И получается романтика атмосфера. А можно даже не мастерить, а вот такие цветочки поставить. Это тоже очень романтично смотрится. Но не хватает какого-то столика, напитки поставить. И все это ведет вот такими вот цветочками. Но если у нас выйдут лепестки отдельные, мы сможем прям лепестками выстроить дорожку. Такой вот романтической атмосферы. Смотрите, ребят, мы вот так вот идем с вами только по лепесткам. И попадаем в свою самую любимую зону, где мы можем отдохнуть. Это, конечно, замечательно. Но у меня еще возникла мысль, то что мы сможем взаимодействовать с персонажами. И, допустим, получать за это какие-нибудь подарочки. У нас был новогодний пак. Сейчас я предлагаю его распаковать. Вы, возможно, уже подзабыли, но можно добыть классные вещи из этого пака. Вот, смотрите, ребят, есть подарочек, да? Достанем сейчас персонажика, передадим этот подарочек. И дальше, что нам нужно, это распаковать коробочку с одеждой. Вот в этой коробочке есть ободочек. Нам он сейчас пригодится. По-моему, он. Или не он, ребят? Что-то я совсем подзабыла. Ну, знаете, чтобы не ошибиться, я еще вот такие вот носочки надену. Перемещаемся в кавайный магазинчик. Вернее, не в кавайный, а вот в такой няшный, миленький. Он вышел первее. И здесь, друзья, мы сейчас произведем обмен. Я надеюсь, у нас появится функция, где мы сможем взаимодействовать с персонажами и получать от них подарочки. И, ребят, в этой коробочке офигенная вещь. Это розовые наушники. Та-дам! Они очень подойдут к этому няшному и милому обновлению. Я хочу какой-нибудь еще провернуть подарочек. Смотрите, ребят, да, все-таки это работает с носками. Ну, вернее, с тем костюмчиком. Мы сможем получить еще один подарочек. Главное, чтобы этот персонаж... Да, она опять нам дарит этот подарочек. Ой, а наушники... Да, выпали! Посмотрите, ребят. Мы можем сделать таких наушников очень много. И сегодня одна из моих любимых коллекций. Посмотрите, какие красивые платья. Прям в честь Дня Святого Валентина будущего обновления вышли. Как же я счастлива, ребят. Это моя любимая коллекция. Какой, кстати, образ будет у вас на это событие? Давайте подготовим моего персонажика. Может быть, такое радужное платьице оставить? Или вот такое? Ой, мне вот это больше нравится. Правда, носочки здесь не в тема. Как их вот теперь снять непонятно. Только в редакторе. Ну, либо делать много-много махинаций. Ладно, придется это и сейчас и делать. Заодно вы посмотрите, как я это делаю. Загружаясь в особняк. Тут у нас уже есть одни носочки. Давайте покажу, какие. Черненькие. Вот они. Сейчас мы их передадим персонажику. Давайте вместе с коробкой таскать. И сбегаем в пекарню. В пекарне находятся одни из моих самых любимых колготочек. Это просто белые колготки. Вы тоже меня спрашивали, где их найти? Вот они, посмотрите, ребят. Белые колготки. Примеры персонажику. И мы продолжаем готовить свой образ. Выходим из этой локации. Сейчас мы отправимся в детский садик. В детском садике у вот этой воспитательницы есть классная сережка с сердечком. Я хочу передать ее персонажику. Мне кажется, она сегодня не будет у нас видна в этом ушке. Но, тем не менее, она здесь есть. Хотя, не очень даже и смотрится. Давайте ее снимем. Все равно ее не видно. Вот что точно будет видно, это ее браслет. Браслет вот этой воспитательницы. Так что, воспитательницы, давайте, делитесь. Осталось бегать в обувной магазинчик. Или там, где вообще есть обувь. У нас вот вышла недавно новая коллекция в скейтпарке. Вот такая вот нежная розовая обувь. В редакторе мы также можем дополнить свой образ. Добавить, допустим, курточку. Я знаю, какая сюда подойдет. Накидка. Либо вот такая накидка. Либо сделать своего цвета. Того, который вам нравится. Но мне вот эта нравится накидка. Посмотрите, ребят, потрясающий получился образ. Но чем мы можем его еще дополнить? Это, конечно же, макияжем. Достану сейчас здесь персонажика. И можно налепить тебе сердечек. Вот так вот я себе сердечками разокрасила. Ребят, по-моему, это тоже очень прикольно смотрится. Тут, кстати, есть украшения всякие. Перчаточки. Кулончики. Я думаю, можно остановиться вот на таких перчаточках. Хотя и синенькие, думаю, подойдут. Да, тоже подходят. В целом. Неплохо смотрятся. Но я остановлюсь на этих. Котик, приветик. Как тебе дела, моя милая крошечка? Ой, он что там забаговался? Он как-то стоя спит. Почему он спит стоя? Да уж, баги перед обновлением. Наверное, их очень много будет. Потому что у нас всегда с обновлением появляются какие-то баги. У меня вот в новом домике есть ресторанчик. Давайте я вам его снова покажу. Вот он. Здесь все еще играет музыкант. Кто не видел, как я его обустраиваю, переходите на прошлое видео, ребят. Мы очень старались, и я думаю, получилось отлично. Кухню я собираюсь обустраивать внизу уже. Вот в этой вот зоне. Для этого нужно сначала убрать все вот эти вот предметы. Они мне вообще не нужны. Ну а теперь будем помещать какие-нибудь уже. Комфорки? Да. Можно добавить раковину. Но даже не можно, а нужно. Как это в ресторанчике на кухне без раковины. Это было бы странно. Ну и в целом неплохая конструкция, друзья. Осталось только поменять цвет. Начнем, конечно же, с того, что подбираем обои. Можно сделать такие плиточки. Пол, кстати, мне нравится. Давайте его и оставим. Вот самое главное, это подобрать цвет. Я думаю, сделать что-то серенькое, да. Вот такая кухня в ресторанчике у меня получается, друзья. А теперь мы сходим в зону, где я распаковала свадебный пак. Как раз таки сейчас он мне и пригодится. Только нужно взять какую-то коробочку. И буду собирать все эти вещи. Тут я уже поставлю вкусняшечки. У меня их здесь очень много. Так же самое время тортик поставить. Для него есть особенная подставка. Вот так вот я его сюда поставлю. И можно взять вот эти наборчики с посудой. Они тоже нам пригодятся. Так же мне нужен большой столик. И отсюда выходим. Ну а следующее место, это пекарня. Из пекарни мы можем взять посуду. На кухне должно быть много всяких приборов. Берите, ребят, как можно больше приспособлений, ничего лишнего не будет. И этот столик я взяла для того, чтобы поставить сюда блюдо, которое мы будем подавать. У нас уже готовы закуски. Для приборов есть такая магнитная штучка. И сюда мы уже будем все магнитить. Ну вот так я пока что обустроила кухню. Потом еще чем-нибудь дополню. На этом, друзья, видео буду заканчивать. Всем большое спасибо за внимание. Я вас всех очень сильно люблю. Желаю мира, добра, позитива. И много вкусной пиццы. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok